Сегодня у нас очередной обзор оперативного совещания в правительстве, которое состоялось вчера, 21 октября. Из неких особенностей этого совещания отмечу, что на нем опять отсутствовал господин Мурзагулов, то ли он в отпуске, то ли на задании, то ли в изгнании. И то, что на совещании категорически вообще совсем нет, не обсуждался вопрос состава нового правительства Республики Башкортостан, которое вот-вот все-таки должно быть сформировано. Все министры, вице-премьеры и вообще практически все присутствовавшие на этом оперативном совещании имели приставку ИО, кроме дорогого Радия Фаридовича, который наконец-то избран главой Республики. И вот о составе правительства не шло речи совсем. Известно, что в минувшие выходные Хабиров все-таки получил от Назарова некий список предложений по составу этого правительства. Известно, что осталось всего три дня до 24 октября, когда госсобрание как будто бы должно утвердить это правительство своим решением, то есть получив предложение уже в свою очередь от Хабирова. В общем, интрига сохраняется. В этот раз на совещании было необычайно длинное вступление Хабирова и начал он его со статистики. Не сообщив, впрочем, источника статистических данных, Хабиров привел целый ряд побед Республики Башкортостан, которые достигнуты, видимо, безусловно, при его участии за последние 9 месяцев. А именно, за 9 месяцев Башкортостан увеличил индекс промышленного производства на 4,6%. Для сравнения, в России этот индекс вырос всего на 2,7%. То есть Башкирия почти в два раза круче, чем Россия в среднем. Строительство в Башкортостане выросло на 2,7%, а ввод жилья конкретно вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс сисхозяйственного производства составил 100%, то есть он не вырос и не уменьшился, однако это тоже считается достижением, и чуть позже мы об этом поговорим. В среднем по России индекс сисхозяйственного производства несколько подрос, но в Башкирии есть своя специфика. Особенно порадовало дорогого Радио Фаритовича то, что в Башкортостане за истекшие 9 месяцев существенно снизилась смертность в общем, по всем причинам, на 3,8%. Из чего Радио Фаритович сделал вывод о том, что он лично спас 3000 человек. Мы помним, как наш новый глава любит спасать людей и любит говорить о том, сколько людей он спас. Отдельно отметил Хабиров очень болезненную для себя тему о том, что в Башкирии за 9 месяцев на 8,8% снизилась смертность от ДТП. Однако здесь я позволю себе усомниться, потому что тут очевидно жонглирование цифрами, и об этом мы тоже чуть позже поговорим. Также Хабиров отметил, что на 7,1% в Башкортостане снизилась смертность от отравления суррогатным алкоголем. Надо сказать, что в России этот показатель неизменно растет. И за истекший период за 9 месяцев 2019 года в России эта смертность выросла на 14%, а в Башкирии снизилась на 7%. То есть, если несложно посчитать, то мы получаем, что смертность от причин отравления алкоголем в Башкортостане на 21% ниже, чем в целом по России. Это, конечно, феноменальные цифры. Я не знаю, насколько им можно доверять, Хабиров не озвучил источника этой статистики, но 21% – это, конечно, результат. Продолжая свое длинное вступление на этом оперативном совещании, Ради Хабиров перешел к грустному. Он сообщил, что 14 октября произошла видеоконференция с участием Дмитрия Анатольевича Медведева. Обсуждали они проекты здравоохранения «Демография». Хабиров, строго глядя в зал, сказал, «Я требую, чтобы все параметры этих проектов были выполнены. Закупки, строительство объектов. Я не готов к тому, чтобы в конце года меня председатель правительства России поднял и отчитывал. Ну, имеется в виду, отчитывал по результатам реализации этих проектов. Это недопустимо. Нам дают огромные средства, и мы должны их осваивать». Конец цитаты. Хабиров говорил, конечно, о том, что его обеспокоят в последнее время, а именно о исполнении федеральной части бюджета региональными ведомствами. На минувшей неделе стало известно о том, что ряд ведомств Республики Башкортостан не исполнит федеральную часть бюджета. В частности, об этом говорили издания РБК и «Коммерсант». И речь идет о том, что ряд ключевых ведомств, получающих крупные трансферты из федерального центра, просто примитивно не смог их потратить. Напомню, что полгода или более того назад Хабиров очень резко высказался о том, что все ведомства обязаны реализовывать обязательства перед федеральным центром, обязаны осваивать федеральные деньги. Это, кстати говоря, вполне себе разумный и логичный постулат, потому что действительно, если тебе дают деньги, будь добр их истратить с умом, и добиться тех результатов, которые перед тобой стоят. И вот тогда, полгода назад, Хабиров говорил о том, что он жесточайшим образом будет реагировать на то, что ведомства не исполняют свои обязательства и не реализуют возможности, предоставляемые федеральным финансированием. Однако теперь мы наблюдаем картину того, что Хабиров, судя по всему, не осмелится наказывать своих друзей и товарищей, которые допустили подобную огрешность, и, ну, видимо, так слегка поругает, потому что, так как много ведомств не исполнят вот эти обязательства и не исполнят эти бюджеты, Хабиров вообще рискует остаться без правительства. А правительство у него, как выяснилось, неспособно к серьезным действиям, я имею в виду в части освоения федеральных бюджетов и получения дополнительного финансирования из федерального центра. Далее перешли к регулярной повестке. Первым вопросом, как обычно, шел вопрос в оперативной обстановке в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. И этот вопрос, как правило, достаточно пустой. Трое дежурных докладчиков докладывают одно и то же, все хорошо, все спокойно, все стабильно. Однако в этот раз было внесено некое разнообразие в этот вопрос. Первым выступал Беляев Борис Владимирович, который как раз отработал обычную свою программу, сообщив, что в Багдаде все спокойно. А вот дальше началось странное. Вместо обожаемого публикой Мухаммедьянова Тимура Рафисовича на сцене появляется некий Сулейманов Альберт Мухаммедович. Причем титры на экране указывают нам на то, что это исполняющие обязанности председателя Госкомитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному строительству. Честно говоря, я был в панике, я не понял. Официальные источники не сообщали об увольнении Мухаммедьянова. Я надеюсь, что господин Сулейманов это некое техническое ИО, может быть, Мухаммедьянов в отпуске. Хотя, конечно, когда Мухаммедьянов в отпуске или в отъезде, за него выступали замы. И так и было написано. Заместитель и тра-та-та. А вот теперь настоящий ИО. В общем, публика напряглась. Так вот, некий Сулейманов, суррогат Мухаммедьянова, доложил нам о состоянии дорог, о том, как дела у нас обстоят в дорожно-транспортных происшествиях. Но тут я позволил себе проверить господина Сулейманова и сверил его цифры, которые он озвучил по ДТП и по смертности на дорогах, с цифрами, которые дает ГИБДД. Я получил данные за прошедшую неделю непосредственно из управления ГИБДД по ОРБ. И вот тут я обнаружил неприятную вещь. Господин Сулейманов осознанно или по некомпетентности своей ввел заблуждение дорогого Раде Фаридовича с точки зрения статистики. Немного, но ввел. Количество ДТП господин Сулейманов занизил на 1,5%. Количество пострадавших в ДТП у него совпало с данными ГИБДД. Но самое ужасное, что господин Сулейманов на 20% занизил количество погибших на прошедшей неделе. А также Альберт Мухаммедович почему-то стыдливо умолчал о вопиющем факте массовой аварийности с пассажирскими автобусами на прошедшей неделе. А именно произошло 6 крупных ДТП с пассажирскими автобусами в республике, что достаточно редко случается. В них, в этих ДТП пострадало 33 человека, 9 из которых в тяжелом и среднем тяжести состояния находятся в больницах. Об этом господин Сулейманов стыдливо умолчал. В общем, я констатирую, что заменитель, заместитель или уже теперь сменщик господина Мухаммедьянова на этом посту отчаянно не справился со своей задачей даже в этом простейшем маленьком первом вопросе оперативного совещания. В рамках того же первого вопроса об оперативной обстановке отмечу выступление Гумерова Фарита Рифовича в части ситуации с отравлениями. А именно Фарит Рифович заострил внимание руководителя республики на том, что 18 октября произошло массовое отравление в строительном колледже города Уфы. Семь человек студентов были госпитализированы в инфекционную больницу. Состояние средней тяжести, что, кстати говоря, весьма тревожно. И речь идет об отравлении в столовой этого учебного заведения. Я отдельно делаю акцент на этой истории, потому что мы вернемся к ней в конце выпуска. Судя по всему, жанр оперативных совещаний подразумевает очень быструю смену фаворитов и солистов. Мы все помним в недавнем прошлом звезд этого жанра господина Киреева и Мухаммедьянова. Те самые знаменитые Лелик и Болик, которые выступали в паре практически, в спарринге иногда. Иногда их разводил Хабиров, иногда делал из них мальчиков для битья. Все это было здорово, но очень уж быстро они спеклись. Первым сошел со сцены Киреев, и теперь он сидит на задворках этого замечательного шапито. Теперь уже мы потеряли Мухаммедьянова, надеюсь, не навсегда. И вот восходящая звезда жанра Фейзрахманов Ильшат Ильдусович. Вторым вопросом оперативного совещания был вопрос об итогах реализации комплексной программы развития молочной отрасли Республики Башкортостан. И докладчиком был Фейзрахманов Ильшат, вице-премьер и министр сельского хозяйства. Как и положено серьезному министру сельского хозяйства, господин Фейзрахманов сыпал цифрами и отчетами. Статистика, которую он привел, просто прекрасная. А именно, Республика Башкортостан занимает второе место в Российской Федерации по добыче молока. На первом месте, к сожалению, Татарстан. Фейзрахманов произносит слово «Татарстан» вдвое тише, чем все остальные слова в своих докладах, чтобы было, наверное, менее заметно, на третьем месте после Башкирии Алтай. Согласно программе, которую господин Фейзрахманов реализует в своей фантазии до 2030 года, он собирается удвоить объем производства молока в Республике Башкортостан. В последнее время, конечно, стали бросаться в глаза вот эти вот совершенно титанические какие-то планы, какие-то космические, маниловские планы, которые периодически оглашаются. Удвоить, утроить, сделать в 10 раз. И даты назначаются. Ну, абсолютно нереальные в том смысле, что, ну, кто сомневается в том, что в 2030 году господин Фейзрахманов уже не будет отвечать за реализацию этой программы. Наверное, никто. Так вот, в 2030 году господин Фейзрахманов обещает удвоить объем производства молока. В 2019 году Ильшат Ильдусович планирует запуск восьми крупных объектов молочного производства в Республике Башкортостан, имеется в виду крупных производств, на общую сумму инвестиций примерно в 8 миллиардов рублей. В 2020 году господин Фейзрахманов собирается запустить еще 9 подобных объектов уже на сумму 23 миллиарда рублей. Ежегодно господин Фейзрахманов планирует ввозить в Республику 10 тысяч голов молочного скота. Эти цифры, конечно, не могут не поражать. Особенно они поражают тех, кто занимается сельским хозяйством и кто понимает, о чем идет речь, кто понимает о том, что удвоение производства молока и молочной продукции в Республике – это, конечно, абсолютно нереальный план. Особенно удивляются те, кто знают о том, что реально в самые лучшие года в Республику ввозилось порядка 4 тысяч голов молочного скота, а Фейзрахманов регулярно собирается делать ввоз 10 тысяч, ну и так далее. Закончив с победными реляциями и согласуясь с законами жанра, господин Фейзрахманов перешел к негативной части своего доклада, а именно к тем аспектам, которые должны будут оправдывать все то, что у него не получится в будущем. Цитирую господина Фейзрахманова. «Сколько бы мы ни работали с инвесторами, все это будет биться об уменьшении действующего производства в районах». Загадочная формулировка вообще, Фейзрахманов очень много в этот раз говорил странных словосочетаний, но, судя по всему, речь идет о том, что, несмотря на титанические усилия Минсельхоза, частные товаропроизводители и мелкие фермеры снижают поголовье скота. Собственно, за последние пять лет поголовье молочного скота снизилось на 60 тысяч голов, и на 1 октября 2019 года составило 406 тысяч голов. Причем, больше половины этой численности приходилось на мелкого частного производителя, имеется в виду на частные подворья. Впрочем, Фейзрахманов спрогнозировал, что больше поголовье на частном подворье снижаться не будет. Он, правда, не объяснил, почему он такой глубокомысленный вывод сделал, но посетовал, что этот фактор очень бьет по индексу. Крупные производители наращивают численность поголовья молочного скота, а вот население ставит под ножку господину Фейзрахманову, и в целом у него, конечно, показатели падают. В сельхозпредприятиях республики Башкортостан, в крупных, на данный момент у него осталось всего 182 тысячи голов крупного скота. На этом Фейзрахманов почти закончил свой доклад, но Хабиров начал интересоваться сельским хозяйством. Он поинтересовался, а есть ли у нас какие-то инструменты для увеличения поголовья? Фейзрахманов категорически ответил на этот вопрос, что мы можем расти, как он выразился, только привлекая инвесторов и строя новые фермы. Он заверил дорогого Радия Фаридовича, что, цитирую, «все необходимые условия созданы для увеличения индустриального производства молока». И на прошлой неделе Ильшат Илдусович проехал пять районов, везде разрушенные фермы. А эта эстетика, следуя руслу последних трендов, сообщил нам Фейзрахманов, «надо сносить, нельзя держаться за прошлое», с пафосом вскричал Ильшат Илдусович, «нужно двигаться только вперед». И преданно стал смотреть в глаза Радия Фаридовича. В общем и целом, конечно, этот доклад четко характеризовал вообще состояние в молочном производстве в Республике Башкортостан. У нас идет конкретный спад. Также этот доклад характеризовал и уровень понимания того, куда двигаться со стороны господина Фейзрахманова. Сейчас в меня полетят скомканные бумажки и тапки, но я заявляю, что господин Фейзрахманов абсолютно верно понимает концепцию развития молочного производства на территории. Дело в том, что нигде в мире увеличение производства не происходит за счет увеличения скота на частном подворье. Ни одна домашняя буренка не принесет рентабельного молока в экономику, а это рентабельное, дешевое и качественное молоко может производить только крупный товаропроизводитель, крупный индустриальный товаропроизводитель. И именно наращивание количества вот этих крупных ферм возможно даст нам результат в этой сфере. Однако господин Фейзрахманов в силу не очень качественного образования, которое он долго и мучительно получал в сельхозинституте, путает лошадь с телегой. В частности, он сообщил такую вещь, что он будет строить фермы и тем самым привлечет инвесторов. Но на самом деле это, конечно, не совсем так. Любой экономист объяснит ему, что процессы идут совсем наоборот. Но в целом он интуитивно правильно понимает то направление, куда нужно двигаться сельскому хозяйству республики Башкортостан. И дай бог, чтобы кроме интуиции у него были еще какие-нибудь чувства или знания и навыки в развитии этой отрасли. Я не знаю, заметили вы или нет, но мы не включаем рекламу в наши выпуски. Мы отключили опцию вот этой партнерской программы с YouTube. Мы не получаем от YouTube никаких оплат за просмотры и прочее. И потому, напоминаю, что канал наш существует исключительно на пожертвования зрителей. И очень прошу не забывать об этом. Прошу тех, кто может это сделать, поставить регулярное пожертвование в адрес канала. Все эти деньги идут исключительно на технические нужды, а вовсе не на обогащение или зарплату. Я имею в виду технические нужды на съемках. Это расходные материалы, это кабели, это флешки, это всевозможные вещи, которые необходимы при съемках. Так что мы очень благодарны тем, кто жертвует нашему каналу средства и призываем тех, кто это еще не сделал, подключиться к этому процессу. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос очень важный, характерный и необычный. О ликвидации несанкционированных свалок в Республике Башкортостан. Доклад делал исполняющий обязанности Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан Искандаров Урал Салаватович. Тот самый, совсем недавно еще, судья арбитражного суда, одногруппник Радио Фаритовича. Так вот, я вообще не понял, зачем этот доклад был вынесен на оперативное совещание, потому что не характерен он был тем, что это был доклад о провале. Господин Искандаров сообщил нам, что на 1 января 2019 года в Республике Башкортостан было зафиксировано без малого 3 тысячи несанкционированных свалок, которые занимали площадь 2300 гектаров и содержали 29 миллионов кубических метров твердобытовых отходов. В среднем каждая из этих свалок занимает 36 гектаров, а их 3000 этих свалок. И в среднем на каждый район Республики Башкортостан, если брать в среднем, приходится 45 несанкционированных свалок. Это, конечно, гигантское количество. Также господин Искандаров сообщил нам, что по его подсчетам утилизация 1 кубометра отходов с учетом рекультивации территории обходится в 850 рублей. Несложный подсчет говорит нам о том, что господину Искандарову необходимо на полную утилизацию всех вот этих вот несанкционированных свалок без малого 25 миллиардов рублей. Это, конечно, совершенно гигантская сумма, которой в бюджете нет и, наверное, не скоро появится. Урал Салаватович сразу же отметил, что ликвидация несанкционированных свалок это прерогатива и обязанность муниципалитетов, а у муниципалитетов в бюджетах на эти нужды денег абсолютно нет. Тем не менее, за прошедшие 9 месяцев господин Искандаров ухитрился ликвидировать 11% несанкционированных свалок, а именно 337 свалок площадью 158 гектаров. Впрочем, запланировал он на этот год ликвидацию почти тысячи несанкционированных свалок, соответственно, план и программа господина Искандарова более чем не выполнены в этом году. Также с грустью Урал Салаватович сообщил нам о том, что районы и муниципалитеты Республики Башкортостан очень нерадиво относятся к этой задаче, а именно 9 районов вообще не занимаются ликвидацией несанкционированных свалок. В 45 районах работы эти идут недостаточно интенсивно, и только 9 районов Республики Башкортостан активно участвуют в этом процессе. То есть 85% территории Республики Башкортостан не занимаются ликвидацией несанкционированных свалок. Например, в Уфе, в которой находится несколько сотен вот этих несанкционированных мест складирования отходов, только 17 свалок были ликвидированы за истекшие 9 месяцев. Хабиров перебил Искандарова и сообщил, что мне тут докладывают, что только в Обзелиловском районе сейчас 77 свалок, и какие меры там принимаются. По селектору вывели на связь главу Обзелиловского района Нафикова Ильдара Тагировича, который сообщил Радию Фаритовичу о том, что вопреки указаниям партии и правительства он сконцентрировался вовсе не на ликвидации несанкционированных свалок, а на вывозе мусора и закупках контейнеров. В общем, конечно, не в попад ответ прозвучал. Не знаю, как там Хабиров на него среагировал. Далее Искандаров продолжал свою тему и настаивал на том, что низкие темпы ликвидации несанкционированных свалок в Республике Башкортостан обусловлены отсутствием денежных средств у муниципалитетов. Ну, он как бы повторял эту мантру без конца в течение своего доклада. Впрочем, господин Искандаров попытался успокоить Хабирова тем, что вообще-то по плану ему нужно ликвидировать эти свалки до 2024 года, но следуя логике, если темпы вот этой ликвидации сохранятся, то господину Искандарову не хватит и 10 лет на то, чтобы ликвидировать эти свалки с учетом того, что они периодически появляются снова. Хабиров заволновался, поручил Назарову заняться, значит, мобильными мусоросжигательными устройствами. Вот вопрос об этих вот мусоросжигательных заводах возникал еще в начале карьеры Хабирова. В октябре-ноябре 2018 года поступало предложение от ижевских производителей высокотемпературных установок по сжиганию мусора. Это предложение передавали Баширову, там еще кому-то. Тогда его с гневом отвергли, сказали, что это не наш путь. А теперь Хабиров, наоборот, увидев в докладе Искандарова вот эти какие-то свердловские установки по сжиганию мусора, с восторгом их воспринял, поручил тут же их начать развивать. Я не знаю, что это, коррупционные проявления, договоренности, еще что-то, но тем не менее вектор меняется. Еще год назад сжигать мусор считалось неприемлемым, а теперь оказывается это очень даже здорово. Искандаров в конце доклада еще раз отметил, что средств на ликвидацию несанкционированных свалок не выделяется, а все дополнительные средства направляются на организацию сбора и вывоза твердокоммунальных отходов. В конце своего доклада Урал Салаватович предпринял отчаянную попытку исправить ситуацию. А именно он попросил взять вот этот процесс ликвидации свалок на личный контроль дорогого Раде Фаритовича. Цитирую. Взять под личный контроль ликвидацию несанкционированных свалок, что позволит сократить общее количество свалок на 64%. Следуя логике господина Искандарова, сам факт личного контроля со стороны Хабирова увеличивает эффективность работы примерно в 6 раз. Я не знаю, каким образом личный контроль Хабирова за ликвидацией свалок в отсутствии финансов может увеличить темпы этой работы, но господин Искандаров свято верит в чудодейственность вот этого личного контроля. Хабиров резюмировал доклад следующим образом. Цитирую. «Поручение дадим, тревогу не бьем, но чтобы целевые показатели были достигнуты». Ну, как можно достигнуть целевых показателей при запланированном объеме ликвидации этих свалок 900 штук, а по факту 300? Вот какие показатели можно достигнуть, Радий Фаридович, я не понимаю. Также еще Хабиров добавил. Еще надо посмотреть, что у нас с тарифами по вывозу твердокоммунальных отходов. Они у нас самые низкие в Российской Федерации. Ну, очевидно, что Хабиров, конечно, готовит почву для того, что в 2020 году для населения будет резко поднят тариф на вывоз мусора. Вот этот вот убаюкивающий тариф, который сейчас действует 70 и 35 рублей, скорее всего резко подскочит, я боюсь, что в два раза. Также Хабиров огласил еще одно указание, касающееся мусорной реформы. Цитирую. «Тотально вводим раздельный сбор мусора в школах, в домах престарелых, во всех госучреждениях, ведомствах, социальных объектах». Это вообще, конечно, круто. Понимая, что на раздельный сбор мусора тоже не выделено ни копейки денег бюджетных, я не понимаю, каким образом будет организован раздельный сбор мусора. Вообще, по опыту зарубежных стран и вообще опыту везде в мире, где подобная практика хоть сколько-нибудь вводилась, понятно, что именно раздельный сбор мусора – это наиболее затратная часть вот этих мусорных реформ. Потому что нужно, во-первых, организовать раздельный мусор. То есть, вот эти вот отдельные контейнеры с отдельными видами мусора. Нужна очень серьезная дорогостоящая пропаганда этого процесса, чтобы люди вникли в это дело, прониклись и начали это делать. Нужен раздельный вывоз, а самое главное – нужна переработка. Иначе вот этот раздельный сбор мусора превратится в фарс. Когда так или иначе поставят четыре разноцветных контейнера, там будет лежать одно и то же, а потом это все равно вывезут на свалку – это не раздельный сбор мусора. Так вот, Хабиров, конечно, тут, на мой взгляд, совершает тотальную, очень серьезную ошибку, провозгласив вот этот раздельный сбор мусора. Сейчас это все превратится в форменный балаган, в показуху, отчетность, всякие сюжетики БСТ о том, как поставили разноцветные мусорки в какой-нибудь новой полилингвальной школе и так далее. Вообще, хотелось бы порассуждать вот об этой ситуации с ликвидацией несанкционированных свалок. Сначала администрации муниципальных округов фактически создают эти несанкционированные свалки. Попутно тут в этом процессе присутствует и коррупция, потому что за вывоз твердокоммунальных отходов платят все – и жители, и организации. Они платят по-любому. У них платежки есть, деньги поступают. Однако, создав вот эти несанкционированные свалки, из цепочки вот этого бизнеса были исключены расходы по складированию мусора. Соответственно, эти деньги легли кому-то в карман. Потом, следующим этапом администрация, создав эти вот 3000 несанкционированных свалок, проводит работу по выявлению этих свалок. Это тоже, между прочим, некие затраты. А в конце правительство и администрация муниципальных объединений начинают искать 25 миллиардов рублей на то, чтобы ликвидировать созданные ими же несанкционированные свалки. То есть, фактически, мы с вами платим дважды. Сначала мы заплатили за вывоз мусора, который был несанкционирован и складирован в разных оврагах и пустырях. А теперь мы оплатим еще и ликвидацию вот этих свалок, которые организовала администрация муниципального образования или правительства. В общем, конечно, в целом это, конечно, ужасный абсурд и обезобразие. Четвертым вопросом оперативки был вопрос о мерах, принимаемых по эвакуации бесхозного автотранспорта во дворах и территориях многоквартирных домов. Давненько этот вопрос не обсуждался, но напомню, что примерно где-то 7-8 месяцев назад эта тема поднялась, и Хабиров тогда строго повелел своим подчиненным организовать этот процесс исключительно в рамках законности, чтобы не возникало конфликтов с собственниками. Дело в том, что каким бы разрушенным, заржавевшим и убитым автомобиль не был, который стоит во дворе и является действительно хламом, этот автомобиль все равно объект учета. Он стоит на учете в ГИБДД, у него есть собственник, этот собственник имеет документы, и как бы там ни было, эта штука абсолютно четко привязана к человеку. И если с этим объектом начинать какие-то манипуляции, соответственно, могут возникнуть конфликты. Хабиров абсолютно здраво поручил своим подчиненным выработать некий алгоритм, по которому этот автомобиль должен быть цивилизованным образом эвакуирован из дворов и территорий многоквартирных домов, чтобы он не мешал, например, уборке снега. Докладчик по этому вопросу Беляев Борис Владимирович сообщил, что во всех муниципалитетах приняты регламенты выявления вот этих брошенных транспортных средств и созданы специальные комиссии, которые решают вопрос с этими автомобилями. Алгоритм, по которому действуют муниципалитеты, достаточно понятный и простой. Первый этап – это выявление брошенного транспортного средства. Далее – комиссионное обследование, то есть физическое, фактическое осмотр этого автомобиля, его фотографирование. Далее предпринимается попытка информировать владельца о том, что автомобиль загрязняет двор захламил его и мешает проезду. Поэтому всеми доступными средствами пытаются информировать хозяина автомобиля, то есть выявляя этого собственника через базу ГИБДД. Если хозяин в течение какого-то срока, по-моему, двух или трех недель не перемещает свой автомобиль, производится принудительное перемещение автомобиля на специальную стоянку. И одновременно, что важно в этот момент, администрация муниципального объединения обращается в суд о признании этого автомобиля бесхозным. Суд рассматривает это ходатайство. Если суд признает автомобиль бесхозным, а хозяин все еще не объявляется, суд фактически дает разрешение муниципальному объединению на утилизацию этого автомобиля как бесхозного. В принципе, на первый взгляд, вполне себе цивилизованная форма. Здесь даются шансы собственнику автомобиля его забрать, переместить, поставить туда, куда он считает нужным и так далее. Однако Борис Владимирович посетовал на то, что муниципалитеты не активно этим занимаются. В 15 городах и даже в таких крупных городах, как Салават, Стрель-Тамак и Белебей, вообще не было выявлено ни одного брошенного автомобиля. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашим зрителям из Салавата, Стрель-Тамака и Белебея. Сообщите нам в комментариях или как-нибудь еще. У вас в городах есть брошенные автомобили, ржавые, убитые во дворах, которые, очевидно, никому не нужны или действительно их там нет. Всего Борис Владимирович по республике Башкортостан выявил 542 брошенных автомобиля за этот период, из которых 452, 83 процента, находятся в городе Уфе. В общем, конечно, прямо скажем, результаты скромные. Также Беляев сообщил, что у него 32 специальные стоянки, из которых 22 в городах и 5 в Уфе. Но есть проблемы с процедурами. То есть не определена плата за хранение автомобиля, кто будет за него платить и так далее. Далее, как говорится, перешли к премию сторон. И вот тут началось интересное. Хабиров сказал, ну хорошо, юридическую базу мы отработали, а когда вывозить-то будем? Беляев опять сослался на то, что нет специальных стоянок. Но, однако, все зависит теперь от муниципалитетов. И муниципалитеты спокойно могут этим без проблем заниматься. Дескать, вот и пускай занимаются. Тут Хабиров вспылил. Стоп. Мы же вот в Красногорске, цитирую Хабирова, вешали объявление, через две недели увозили на штрафстоянку и все. А вам какое-то судебное решение нужно? Не надо в суд идти, вскричал Хабиров. Надо просто забирать машины на штрафстоянке, а кто недоволен, пусть в суд идет. А мы потом отобьемся, сказал Хабиров. То есть, фактически, Хабиров заявил о том, что он меняет концепцию своего вот этого абсолютно законного процесса изъятия вот этих бесхозных или чьих-то автомобилей. Если сначала он настаивал на том, что как настоящий юрист он требует выверить с юридической точки зрения всю эту процедуру, то теперь он наоборот. На 180 градусов поворачивает оглобли и требует, чтобы автомобили эвакуировали без разбора и по беспределу. Просто увозите, а потом разберемся. Шумел Хабиров. То есть, вот это, честно говоря, меня прямо как-то вот, но, насторожило. А, Радий Фарич, вы точно юрист вообще? Далее Хабиров продолжил шуметь, пустившись в воспоминания. Вот это очень важные воспоминания. Цитирую. «Красногорск, малюсенький город. Мы там тысячу машин вывезли, в три этажа стояли. Мы ни одного спора в суде не проиграли. С нами кто-то пытался судиться. Вы неправильным путем пошли, — обратился он к Беляеву. Откорректируйте. Люди только спасибо скажут. На этой цитате, в общем-то, история со стоянками и вот этими эвакуациями закончилась, но я позволю себе одно отступление. Вот эта цифра в тысячу эвакуированных машин в Красногорске меня зацепила. Я провел некое исследование, и вот что я вам расскажу. В среднем в Российской Федерации приходится без малого 300 автомобилей на тысячу населения. В Красногорске живет 170 тысяч населения. А значит, примерно по статистике там 50 тысяч автомобилей. Получается, что Хабиров со своей командой тогда эвакуировал каждый пятый автомобиль в Красногорске? Вдумайтесь. В городе внезапно и одномоментно эвакуирован каждый пятый автомобиль. Об этом все газеты мира бы, наверное, писали. Что какой-то странный мэр какого-то непонятного города Красногорска утащил каждую пятую машину жителей города. Да нет, конечно. Это вот или шапка закидательства какое-то, или попытка преувеличить собственный опыт, возможности и знания, либо какое-то, ну, такое бессовестное вранье. Хабиров вообще в последнее время, конечно, славится тем, что он свой вот этот микроскопический опыт управления вот этим микроскопическим Красногорском раздувает до уровня какого-то, какой-то мудрости и готовности руководить четырехмиллионным регионом. В общем, конечно, вот здесь с Красногорском, конечно, Ради Фаридович очевидно попал в просаг. Пятый вопрос оперативного совещания я не планирую обсуждать широко, потому что сугубо утилитарный. Это вопрос о ходе работ по установке пожарных извещателей в Республике Башкортостан. Фарид Рифович Гумеров каждый раз на оперативке говорит об этих пожарных извещателях. Это, конечно, слегка настораживает вот эту настойчивость и назойливость руководителя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, но Фарид Рифович утверждает, что это очень полезная вещь, и за три года при помощи этих пожарных извещателей он спас 290 человек. Если это действительно так, то на самом деле пускай. В планах Фарид Рифовича установить 200 тысяч пожарных извещателей в Республике Башкортостан разным категориям граждан, на данный момент он уже установил 103 тысячи этих пожарных извещателей. Я не против подобных вещей, и, наверное, никто не против. Спасать людей надо, технические средства спасения внедрять надо. У меня только один вопрос. По какой цене Госкомитет по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан закупает эти пожарные извещатели? Я помониторил цены. Стоимость этого устройства варьируется от 117 до 180 рублей за штуку, и несложный подсчет говорит о том, что на покупку 200 тысяч пожарных извещателей за все это время должно было быть потрачено примерно от 31 до 55 миллионов рублей. Надо бы проанализировать закупки Госкомитета, чтобы успокоиться и принять решение о том, что действительно Фарид Рифович занимается абсолютно богоугодным делом, спасает людей и спас уже 290 человек. Традиционная Алаверды Хабирова, заключительное слово в конце оперативки, в этот раз было, пожалуй, что интереснее вообще самой оперативки, потому что было насыщено и скандальными заявлениями, и сенсационными заявлениями, и странными заявлениями. Первым делом Хабиров почему-то заговорил о школьном питании. Не зря я акцентировал ваше внимание на том, что даже Гумеров в своем докладе упомянул об отравлении учащихся в строительном колледже. Но Хабиров почему-то сообщил собравшимся следующее. Он сообщил, что председатель комитета по торговле Республики Башкортостан Гусев Алексей Николаевич, нынче у нас в Москве. И в Москве определяют лидеров по качеству школьного питания. Цитирую дальше Хабирова. Мы, как я понимаю, где-то там наверху в лидерах. То есть Хабиров, несмотря на то, что в прошедшей неделе по Башкортостану прокатилась волна отравлений детей в учебных заведениях. Я напоминаю, что только достоверно известно об отравлении 35 человек в Стерльтомаке и Уфе. Это и колледж, и детский сад. А есть еще сигналы из школ. Но, тем не менее, Хабиров сообщает о том, что мы в лидерах в Российской Федерации по школьному питанию и по питанию в учебных заведениях. Все это наводит на печальные мысли о формировании некой параллельной реальности в сознании руководителя Республики. Несмотря на то, что в последний период идут косяком вот эти случаи с отравлением, с недовесами. Сам же он шумел на тему того, что наладьте общественное школьное питание и так далее. И, кстати говоря, неделя прошла, которую он дал главам. А сейчас не полслова о том, что творится в этом деле. Это более того, что мы еще и лидерами становимся. Вот эта шапка закидательства, конечно, честно говоря, меня просто ошеломила вообще. Далее, в заключительном слове Хабирова, которое само по себе становится отдельным жанром, случился очевидный повтор. Совсем недавно говорили о подведении итогов проекта по увеличению безопасности жизни людей в Энорсе. Хабиров приписывает этот проект исключительно себе. И в этот раз он пошел по кругу и снова заговорил об этом. Практически год назад, цитирую я Хабирова, я обратил внимание на уличную преступность в микрорайоне Энорс. Прошел год, что изменилось? Дальше Касьянов снова доложил о том, что изменилось. Да, предоставлено помещение для полиции, два автомобиля, 265 фонарей, а также создан проект, обращаю внимание, видеонаблюдение в Энорсе. После этого Касьянов сообщил о том, что в Энорсе теперь можно разгуливать с полными карманами денег по ночам и с закрытыми глазами, никто тебя не тронет. Преступность снизилась на 25% в целом, тяжкие преступления снизились на 30% и так далее. Доклад этот, конечно, вызвал очевидную скуку у слушателей. Они точно его слышали совсем недавно. Сидякин вообще сидел, чесал спину и ручку. Бедный Александр Геннадьевич, вообще-то, последний день перед отпуском, суть по всему, совсем ему уже не хватало сил дослушать вот эти повторы докладов, но Хабиров был неумолим. С восторгом он отметил. Смотрите, это работает, смотрите, какие цифры. 30%, 25%. Прошу всех глав муниципалитетов обратить на это внимание. Перенять опыт там и так далее, и так далее. Даю месяц на то, чтобы сформировать планы, а потом как-то сразу, без всякого перехода, Ради Фаридович перешел к вопросам Нового года. Как часто бывает с Хабировым в конце оперативного совещания, на него накатывает философское какое-то такое, мечтательное настроение. Цитирую Хабирова. Он сказал, что нас ждет впереди. Большие январские каникулы. Прошу обратить внимание на две вещи. Оформление городов и места отдыха. И Ульфат Мансурович, лично обратился он к Мустафину, готовьтесь нас удивить. Вы же обещали. Ну, в общем, да, припомнил Хабиров ему обещание удивить там всех. И, кстати говоря, там мэр Казани должен разрыдаться. В общем, ждет нас, видимо, веселый Новый год. Хабиров строго сказал, что города должны быть нарядными и веселыми. И дальше перешел к самому главному, самому скандальному сообщению, которое он сделал на этой оперативке. Я буду только цитировать. Хабиров сказал, К чему я это говорю? У нас будет 10 дней каникул. Опять повергнутся многие семьи в беспробудное пьянство. 31-го уйдут в пьянство, а потом мы будем их собирать в бесчувственном состоянии весь январь. Суициды будут, пожары, криминал. Я готов пойти на то, что на эти 10 дней мы примем регулятивные меры в плане продажи алкоголя. Непопулярные меры, я знаю. Опыт наших действий во время Сабантуев показал, что это работает. Не надо, конечно, оставлять людей без алкоголя на все эти праздники, но мы должны придумать, что нам с этим делать. «Люди ходят 10 дней, опухшие, обрюзшие. Государство должно вмешаться». Конец цитаты. Хабиров дал неделю своим подчиненным на то, чтобы подготовить предложение по ограничению продажи алкоголя на новогодние праздники. Честно говоря, уже это бурно обсуждается, и много возмущений насчет этого. Я, честно говоря, не возмущен попыткой Хабирова ограничить продажу алкоголя в какой-то праздничный период, именно ограничить, а не запретить. Я надеюсь, что Хабиров понимает, что запретительные меры, или, как он их назвал, регуляторные, хотя на самом деле это очень неправильный термин, эти меры недейственны, и мировой, и российский опыт говорит о том, что это не работает. Однако меня возмутило совсем не это. Меня возмутило как раз вот это брезгливое, какое-то высокомерное отношение Хабирова к населению и жителям республики. Вот это пьянь, вот это опухшее, обрюзшее население, которое представляется Хабирову, он так брезгливо, с таким отвращением говорил об этом. И тут, конечно, не личный опыт, наверное, все-таки просматривается. Я не знаю, какие там у Хабирова детские травмы или какие-то тяжелые, перенесенный тяжелый опыт впоследствии, связанный с алкоголем, но чувствуется какое-то вот это вот совершенно бескрайнее высокомерие и отвращение, с которым Хабиров говорит о собственных согражданах. И вот эта попытка заставить людей что-то не делать, это тоже элемент вот этого высокомерия. Тут, конечно, проглядывается и верхоглядство в том смысле, что всем же понятно, что проблемы алкоголизма, пьянства и вот этого чрезмерного потребления алкоголя никогда не решаются ни запретительными, ни тем более вот этими регуляторными мерами. Все это спровоцирует продажи суррогатов, все это спровоцирует предварительную закупку алкоголя и последующее отравление его избыточным количеством в квартирах и так далее. Я очень надеюсь, что Хабиров не перегнет палку с этим вопросом, но, честно говоря, вот его личное отношение к населению, вот это вот то, что прорвалось в этой фразе, мне, честно говоря, очень насторожило.